То есть, что здесь можно подчеркнуть? Есть как ограничивающие факторы, так и факторы способствующие, о которых мы говорили, то есть, опять же, пища на тех территориях, географические, климатические стимулы, культурные стимулы в том числе, государственная политика тоже немалую важную роль в этом играет. То есть, политика регулирования рождаемости, строгая, как Китая, которая была эффективна в свое время, либо вообще дирегуляции, как в Индии, и, соответственно, их такое множество становится, что куда и деть. В Африке, да, тоже они бесконтрольно размножаются, несмотря на колоссальные эпидемии СПИДа, других заболеваний, несмотря на кучу их болячек, продолжительность жизни их становится все больше и больше и больше. И, ну вот, есть как есть, да, понятно, что сказать, что давайте мы ограничим их население, запретим им размножаться или еще что-то, это попахивает каким-то таким, ну вообще, я не знаю, Евгеникой что ли. Но, тем не менее, рано или поздно нужно это делать, ибо, ну, все хотят хорошо жить, но каждый должен отвечать немного и за себя в том числе, потому что есть такой фактор, как, например, пьяницы, да, бухарики, наркоманы, они рожают много каких-то детей, которые, соответственно, ну, идут по наклону, и, соответственно, все это не приносит особого... Особой пользы государству, любому и вообще окружающим их людям. Почему должны другие люди кормить детей тех родителей, которые не способны, там, допустим, надеть на свои причиндалы, презервативы, да, или которые, там, не сдержались? Давайте как-то контролируйте себя, пытайтесь что-то сделать. То есть, один-два ребенка, в принципе, цивилизованных, два лучших ребенка, безусловно, в цивилизованном мире это вполне себе достаточно, и было бы неплохо, чтобы так и продолжалось. То есть, это практически означает самопроизводство, да, то есть, вот есть пара, мужчина-женщина, и у них два ребенка, то есть, они продолжают, как бы, их линию. И, фактически, популяция стабилизируется на одном уровне, и это весьма, весьма неплохо, мне кажется, да, то есть, есть прогнозы, например, разных ученых, сколько будет до конца этого столетия населения Земли? Около 12 миллиардов, и если на такой точке стабилизируется, то, в принципе, мы сможем при наличии технологического дальнейшего прогресса, когда мы сможем источники энергии потреблять, когда мы там сможем другими техническими новшествами улучшить свой уровень жизни, мы сможем вполне себе успешно обитать на планете Земля вот в количестве 12 миллиардов. Другие же говорят о том, что до 25 миллиардов вполне себе Земля может прокормить без проблем. Есть там прогнозы еще больше, но, тем не менее, все зависит, опять же, от технического прогресса и от нашего с вами отношения к этому вопросу. Да, хотя я и говорил о войнах, но, знаете, сейчас в последнее время появился такой фактор, ну, как в последнее время, а в последнее, да, сколько там получается, 60 лет появился фактор ядерного оружия, которое способно сократить это население практически на громаднейшую цифру. Ну, блин, как-то так получается, ну, хотя это коммерческая зона, с дорогами надо все-таки расчертить заново дороги, а потом, наверное, делать это все. Вот так, да, сейчас я дороги расчерчу, опять же, я совершаю ту же самую ошибку по привычке, сначала дорожечку, а потом все остальное, потом коммерческий сектор и все остальные вещи, но до сих пор мы до 10 тысяч не добили. Надо, надо создавать рабочие места, обязательно, дороги и все-все-все, блин, что у вас там с энергией, опять проблема. Ну, давайте, давайте, что там, повышаем. Вот так, хорошо. Вы видите, сколько мы за счет обращения внимания на все эти маленькие здания экономим ресурсов, и у нас практически сейчас ситуация вполне себе хорошая. Прибыль растет и рейтинг мэра не спадает. Все у нас вообще хорошо в этом городишке. Единственное, я вот думаю, с промышленностью, чтобы не переборщить, она очень противная штука, особенно с огрызнением. Большая средняя школа, да вы что издеваетесь, ежемесячные затраты почти 4 тысячи, не-не-не-не, чувак. Давай мы на последнем потом, на каком-то этапе, ибо это уж слишком. Нам хватает одной школы. Блин, вот это меня раздражает, что дорожечки везде здесь в коммерческий сектор совершаются. Вполне себе возможно и так делать. Разного уровня, опять же, коммерческие секторы, вы видите, есть плотность разной застройки. То есть, высокая, низкая, средняя и вот, блин, приходится по отдельности тут фактически эту зону строчить. Что поделаешь? Ну, сразу, зато востребованность, видите, есть и строится что-то. Какая-то прибыль будет расти. Нас 200 тысяч, опять уже, да, несмотря на все наши затраты, но что-то работы людям не хватает. Как они заделались неплохо. Значит, значит, значит. То есть, мы не будем думать о самом худшем, там, Третья мировая война, какой-то глобальный катаклизм, там, послезавтра, например, это глобальное похолодание, которое полностью снесет с лица земли половину или большую часть населения, оставит там какой-то золотой миллиард или сотню миллионов опять. Нам придется обратно набирать количество. И рано или поздно, безусловно, вот при увеличении населения, встанет вопрос вытеснять его дальше. И, в принципе, мы вроде бы как более-менее удобно продвигаемся в этом направлении, особенно с учетом подключения частников. То есть, Марс давать и Луну форсировать, и туда вперед-вперед выдвигать людей. Но там трудновато жить. Вот в чем проблемка. И перевести туда значительное количество, то есть миллионы поселенцев, пока что для нашей цивилизации это нереально. И вот как раз поэтому в следующие 100 лет нужно решить вопрос терраформирования всех подобных вещей. Тогда вообще нам не будет ограничений. Человечество там достигнет сотен миллиардов по всей галактике когда-нибудь. И мы будем этому радоваться. Вернее, не мы с вами, конечно же, мы к тому времени превратимся в песок, пепел. А те, кто будут жить после нас, надеемся, наша задача подготовить им подстилку. Да, увы, грубо, но это так. Не хватает полицейских, а в чем проблема? У нас финансирование плохое. Не, ну ты издеваешься, у нас все в порядке. Красных зон нет, и то хорошо. Я пока что не собираюсь строить новый полицейский участок. Это только с глобальной стройкой какого-то нового квартала. Большого. О, хорошо, у нас появляются новые и новые здания. Я просто смотрю за сменой преступности. Ну, можем увеличить финансирование. Окей, ладно, хорошо, давай увеличим. Все, хорошо. Пока идет все как нельзя лучше. Прибыль идет. У нас бесконечное количество хороших и приятных вещей появляется. Ну, давайте застраивать другие кварталы, не отвлекаться от этого момента. Есть разные прогнозы на увеличение численности населения. Блин, я так и не могу понять, в чем проблема этих лам. Что вы делаете? Или у вас такая особенность? Наверное, надо решить категорически этот вопрос. И рано или поздно мы этим займемся. Я просто хочу распределить тенденции какие-то, проследить их, что к чему ведет и как, чего оно касается. И от чего зависит. Это очень важно. Земледелие может понизить налог. Это повлияет. Тут только и остается, что экспериментировать. Больше ничего. Да, разные перспективы развития. Либо все уйдет в города и будут такие себе конгломерации больших городов. Вот в Берлине, по-моему, в Германии. Собираются построить первый небоскреб-ферму. То есть с зелеными насаждениями, чтобы там было много. И, возможно, тогда города будут обеспечивать себя сельхозпродукцией без проблем. Уже вне зависимости от этого вот сектора. Возможно, я надеюсь, что так и произойдет. И тогда, конечно же, мы уйдем в большие города и в них и поселимся. А деревеньки, они будут чем-то для, не знаю, для тех, кто исповедует уходничество некое. Кто хочет пожить наедине с природой. Или будут просто при городах. Но процесс идет урбанизации, он пока не останавливается. Другие перспективы, вроде бы наоборот, говорили, знаете, о том, что люди начнут выселяться из городов. Что им там неудобно будет. Но, увы, мы видим, что человечество превращается в городскую цивилизацию. Ну, как увы. Увы, нельзя это сказать. Это процесс тот, который идет, закономерный. Плохо это или хорошо, мы только в долгосрочном увидим. В долгосрочной перспективе. Да, я большой проект решил замутить. Почему я не могу себе позволить больницу? Могу. Я ее себе позволю. Потому что у нас места уже в той не хватает. Ой, школы в смысле. Да. Пускай люди учатся. И пускай радуются. Сразу студентов. Вы видите, какое максимальное число. Мы можем даже чуть-чуть увеличить, чтобы гарантировать здесь их развитие. Правда, доходы у нас уменьшились. Но ничего, 236 тысяч позволяют не переживать за дальнейшее развитие этого всего дела. Правда, здесь уменьшилось количество студентов. Может, вообще ее ликвидировать? О, пожар. Ох, уже эта промышленная зона. И все в одном месте. Что-то там, я вижу, многие розовые автомобильчики любят. Видите, какая-то розовая стояночка. Так что, ну, не происходит от этого переселения из городов. Поэтому эти прогнозы пока не сбываются. Может быть, когда-нибудь станут города местом работы. Ну, правда, опять же, удаленная работа, виртуальное пространство. Это решает многие проблемы, которые не позволяют говорить о том, что необходимо абсолютно для работы офис или какие-то другие. Автоматизация, роботизация, о которой мы говорили. Опять же, это все позволяет говорить о том, что все-таки цивилизация будет довольно-таки сильно урбанизированная. Однако, это будет некий сплав урбанизации с зонами внегородскими. То есть, возможно, просто-напросто ярусное человечество. Но вот так и будет жить. Один ярус там какой-то аграрной зоны, один ярус жилой зоны, один ярус там спортивной зоны, ну и так далее и тому подобное. Ну, на Дубае посмотрите. Весьма примечательный вариант ухода вверх. Ухода вверх. И, наверное, это будет происходить. Хотя у нас пространства достаточно на земле. Уж поверьте. Просто сумасшедшее пространство. Это и пустыни, это и горы, это и многое. Ага, вот видите, что у нас говорят. Нафига тебе столько разной ерунды, если ты можешь построить одну водонапорную станцию. Ну, я бы не сказал, что это дороже, дешевле получается. Я бы сказал, что это довольно-таки не сильно прибыльно. Не понял, чего вы не заселяетесь, ребята? Айо! Опять пожар. Ну, ты чего издеваешься? Что-то за поджигатели собрались. Сколько можно вообще? Вы заколебали. И здесь горит. Вся эта зона, она какая-то неправильная. Тут то ли разрушить надо-то, перестроить, то ли что, я вот не могу понять. Вы тушите вообще или нет? Все, потушили. Фух, проблематичная зона. Постоянно вызывают на пожары. Надо, наверное, что-то еще пожарникам добавить. Какое-то еще строение. Но пока у нас нет необходимости. Сам себя, видите, замкнул, к сожалению. Здесь посередине, правда, мы парк расположим. Даже два парка. Два небольших парка. Почему бы и нет? И сразу же идет заселение. У нас 7400. Сейчас мы до 10 добьем. Вообще, такие цели. 50 тысяч. Амбициозная, безусловно. И вот я занял, видите, по миникарте. Ну, где-то 1 четвертую, наверное. Хотя, нет, пожалуй, меньше. 1 пятую. Где-то 1 пятую или 1 шестую пространство всего. Так что, есть куда у нас еще расширяться. Соответственно, если 1 пятую. Да, где-то 50 тысяч, так и будет население. Если, в общем, по городу взять. С мусором в чем проблема? Не понял. Санитарная часть. Давайте поднимем. Почему нет? Ага, у нас увеличиваться начался. Просто мусор. По количеству. Населения там много. И мусора производят они все больше и больше. Надо, наверное, на полное финансирование. Будет рано или поздно поставить. И, скорее всего, мне кажется... Хотя, нет, я не буду спешить. Опять пожар. Да ну вы издеваетесь. Так, риск воспламенения. Нет, ну там, да, больше риск, конечно же, воспламенения. Но, тем не менее... Хм... Это просто из-за промышленной особенности этого всего дела. Так, вот, да, водопровод. Я забыл, что у нас еще есть чем здесь заниматься. Постоянно есть чем заняться. Вы видите, в городе... Город такая штука, что... Всегда есть чем заняться. Всегда. Ай-яй-яй-яй. Ну, что вы творите? Что вы творите вообще? Финансирование. Да, подниму я сейчас финансирование на здоровье. Хорошо. Вот, пожалуйста, вам. 294, почти 300. Мне кажется, вполне хватит. Все. А ты что хочешь? Ладно, я не буду дальше продлять. Это мы для... Хотя... Давайте все захватим. Хочу застроить просто эту половину карты уже побыстрее. Дабы мы смогли добиться хоть какого-то такого городишка более-менее большого. У нас просто большое село. Ну, откровенно, да. 7,5 тысячи, да просто. Ну, такое. Село. Даже не сказать, что сильно большое. Просто село. Деревня. Может еще, конечно, под ПГТ сойти. Но очень-очень с натяжкой, с большой. Что... Что мы обсуждали? Дайте-ка вернуть нить мысли. Верните мне ее. Да. И поэтому сейчас вот регуляция этого всего населения, она состоит в том, чтобы регулировать потоки, потоки эмиграции и рождаемость саму по себе. То есть, по сути, земля способна, земля сделает, если будет научно-технический прогресс, если будем мы дальше и дальше улучшать источники энергии, все такие вещи. И если вот государства сами по себе, они начнут этот процесс регулировать, как Китай, например, Индия возьмет пример с Китая, Африка возьмет пример с Китая, потому что они заколебали плодиться. Слишком уж они создают давление на все эти вопросы, религия, другие культурные особенности. Все это понятно, безусловно. Ну, ребята, вы же как-то понимаете, что фактически человечество одно время, как бы тут такой эстафета получается. Выходит там Европа, да, жалости соки из цивилизованного мира, туда-сюда. Ну, как жалости соки? Это научно-технический прогресс, они этого достойны были. То же самое касается и других цивилизаций, которые были, китайские, других в свое время. Это особенности любой цивилизации. И они как бы все это делают, но сейчас выходит так, что как раз развивающиеся страны начинают сжать соки из земли. Они начинают загрязнять очень сильно непродуктивностью своей, размножаться очень сильно. То есть, по сути, они тянут на себя сейчас мировые такие ресурсы, которые необходимы для развития человечества. Ну, а другие страны, они просто-напросто уже пользуются благами своего прогресса. Вы видите, я такую тотальную политику затеял переработки. Блин. Промышленная зона задолбала. Такая тотальная уже полностью. Я решил идти дальше, построить кучу дорог. Сделать все необходимое. Тут живую зону однозначно большую, громаднейшую просто хочу сделать. Дабы форсировать события все необходимые. Хотя нет, вот так проведем, да. Ясно, хорошо. С этим все понятно. Тут воды у нас хватает. Опять я туплю. Слишком неравномерно провожу. Могу позволить себе. Срезы хватает дофига. Такая полоска возникла, да. Да, короче, чё там раскошеливаться. Пофиг. А-а-а. Всё. Нормально. И поэтому немного смещается. То есть, с одной стороны, вроде бы как финансовые ресурсы не сосредотачиваются в странах и регулируются странами развитыми. Но развивающие страны перенимают на себя вот эти вот проблемы экологии, проблемы размножения. И поэтому надо их подтягивать. То есть, это общая задача. Это не значит, что одна страна какая-то там, Норвегия или Бельгия, заперлись в себе, живут отлично. Им на всех наплевать. У них всё супер. Они там жиреют с каждым... Ой-ой-ой, это очень плохая застройка какая-то. Не там я начал застройку, да. Просто ужасно. Ё-моё. Ого. Нельзя сдалека так начинать. Просто ужасно, я понял. Сначала дороги провести, а потом уже заниматься. Видите, и так, не так, и так. Ого. Как сразу потребность у нас была в населении. Вы смотрите, сразу же домики, сразу они безработные. Все стали какого-то фига. Правда, не могу понять, почему. Что им не так? Есть же коммерческая зона. Ага, не. Всё нормально. Это временный был эффект. То есть, нельзя сказать, что если живёт кто-то в развитой стране, он может наплевать на развивающиеся страны, всё будет нормально. Нет, это наша с вами планета. Мы как бы с этой подводной лодки никуда не денемся. И нужно заботиться друг о друге. Ясное дело, что, к сожалению, не все этого понимают. Многие это не понимают. Им лишь бы прожить свою бухую жизнь. Потусить где-то, принять какую-то наркоту, в общем, порадоваться по своему жизни. Ну и всё. И сдохнуть. Ну, увы, к сожалению, этот способ мышления – это путь в никуда. Тогда вообще само существование человечества становится бессмысленным. И можно на этом заканчивать. Пожалуй, сворачиваться и всё. Забывать сейчас про всё. Посыпать голову пеплом. И валить куда подальше. Куда-то на кладбище, на городское. Но это не вариант для нас с вами, для думающих людей. Поэтому мы, безусловно, должны понимать все эти перспективы. Понимать все эти проблемы. Мыслить глобально, безусловно. Но глобально не в вот этих имперских штампах. А глобально в смысле… Ой-ой-ой, как тут неудобно выходит. А глобально в смысле таком цивилизационном. То есть, чтобы наша цивилизация выжила, нам надо думать проблемами других стран отстающих. И подтягивать их, помогать подтягивать. Вот, кстати, этим и занимаются. Например, американские миллиардеры. Тот же Билл Гейтс. Я его часто, неоднократно упоминаю. Потому что в Африке, например, в Азии у него громадное количество на сумасшедшее количество денег проектов. Которые помогают подтягиваться всему этому населению. Улучшать уровень здоровья. Ну, в общем, все вот эти вот моменты, которые помогут дальше нам прогрессировать всем вместе. Ведь вы учтите, что несмотря на демографию, быстро как застроилась, опять же, несмотря на старение населения, чем нас больше, тем больше голов, которые могут думать над разными проблемами. Хотя тут возникают старые добрые болезни любой развитой цивилизации. Это пофигизм, это зажраность, это деградация, как бы сказать, активности. То есть отсутствие стимулов каких-либо развиваться дальше. И, к сожалению, вы нужно понять... Ого! Да смотрите, у нас тут какие-то домишки ненаселенные. А почему бедные районы? Какие-то живут как раз пришлые в городах отставших районах. Что-то у нас много их появилось, блин. Вот и строй, пожалуйста, многоэтажки. И в них сразу же начинаются разброты, шатания. Вот о чем я говорил вообще, а? Значит, надо работу им давать. Пускай зарабатывают деньги, пускай развиваются. То есть вот этот глобальный смысл нужно понимать. И прогрессировать именно в эту вот сторону. Ох, рано или поздно придется на полную запустить этот завод. Новый дом для новообращенных. Ой-ой-ой, сколько сразу проблем возникло. Давайте поодиночке. Что-то вы все накинулись на меня. Давайте, это дом для новообращенных. Новую церквушку построим. В заводской зоне, да, некрасиво получается. Как бы, давайте вот тут. Хорошо. Что у нас там еще? Какие проблемы были? Я уже и забыл. Давайте достроим здесь зоны. А потом займемся другими проблемами.